Как стать диджитал-маркетологом в 2021 году? Вас ждет хорошо оплачиваемая работа. Анатолий, начни. Я считаю, что если вы решите стать диджитал-маркетологом, то это очень хорошо высокооплачиваемая работа. Но не думайте, что там будут созданы все условия для вас. Вы должны заслужить эти хорошо оплачиваемые заказы. Нужно научиться правильно расставлять приоритеты. Я часто вижу, когда интернет-маркетологи пытаются охватить все и сразу. Но невозможно дубиться успеха везде. Лучше выбрать одно направление. Например, я уделяю гораздо больше внимания SEO и органическому трафику. А вы можете выбрать платный маркетинг, потому что будет шанс сотрудничать с крупными компаниями, которые уже долгое время в бизнесе. Естественно, нужно обладать большими знаниями. Пол, а какой твой путь? Я стал диджитал-маркетологом, когда только начал свою карьеру, потому что это было нечто новое. И нужно было учиться всему понемногу. Но оно все в определенной степени связано. Например, SEO, PPC и что-то еще, потому что они завязаны на поисковой оптимизации, платной или органической. Затем добавилась аналитика. Она стала еще одним направлением, которое вы изучаете в диджитал-маркетинге. Занимаясь маркетингом и аналитикой, анализом можно меняться информацией с другими диджитал-маркетологами и с людьми, которые будут заниматься вашими соцсетями или продвижением. В диджитал-маркетинге это имеет большое значение. Все взаимосвязано. СММ, SEO, платный поиск, интернет-пиар, цифровой маркетинг и подобное. Вы можете изучить много разных направлений и стать тем самым диджитал-маркетологом. Анатолий, ты прав. Даже сейчас, спустя столько времени, есть еще чем заняться. И правильно будет сосредоточиться на одном направлении. А потом вы уже понимаете, как работать с другими направлениями. Потому что вы знаете SEO. Вы работаете с командой по соцсетям, чтобы получить обратные социальные сигналы. Вы работаете с командой по платному поиску, чтобы убедиться в своем верном понимании того, что у вас не в приоритете. Так я пытаюсь понять, какое направление для меня работает. Общение с другими специалистами это то, что вам нужно, если хотите стать диджитал-маркетологом. Знаешь, иногда я не согласен с другими диджитал-маркетологами. Но это не значит, что я прав, а они все ошибаются. Конечно же, нет. Это означает, что они используют свои методы, которые им подходят. Но не факт, что у меня это тоже сработает. И если вы выберете одно направление, то даже там вы сможете предложить что-то отличное от других. Сегодня я слушал аудиоподкаст, и там один парень объясняет, вам не нужно публиковать много в Линкедин. Не делайте этого. Это глупо. Вы не можете создавать много ценного контента. А если вы послушаете Гэри Ви, он поделится с вами другим взглядом и своей техникой. Он всегда объясняет, что надо много постов создавать и много контента. Гораздо лучше количество, чем качество. Думаю, что оба они по-своему правы, поскольку кто-то охватывает одну аудиторию, а Гэри Ви охватывает вообще все. Я по-своему люблю последовательность и много публикаций, потому что могу улучшать качество с шаг за шагом. Когда вы будете последовательны в своем деле, вы сможете обрести уверенность и каждый день улучшать что-то в своих попытках. Например, великие авторы пишут более тысячи слов в день. Почему они это делают? Потому что они могут постепенно улучшить качество с шаг за шагом. Когда вы изучаете что-то новое, например, я люблю читать блоги. Вы можете выбрать курсы или читать книги, слушать аудиоподкасты, смотреть ютуб-каналы. Вам просто нужно выбрать одно направление и поделиться в социальных сетях новыми знаниями. Кстати, Пол, расскажи, как поделиться своими знаниями, выступая на публику, потому что это твой путь. Независимо от того, над каким навыком вы работаете, будь то публичные выступления, сел или социальные сети, важно писать об этом. Пишите блог, создавайте контент, потому что когда вы исследуете и изучаете что-то, а затем учите этому других, вы обучаетесь дважды. Вы осваиваете свое ремесло, изучая его, а затем обучая ему. Это и есть путь к мастерству. Если вы просто научитесь чему-то и ничего не будете делать, вы никогда не станете мастером. Изучив определенные навыки, вы уже можете публично рассказывать о сел в социальных сетях. Вы должны сделать это. Протестируйте на своем веб-сайте, протестируйте на своем канале в YouTube, просто сделайте. Как только вы научитесь сами, начните учить других. Когда вы учите других, это заставляет вас чувствовать себя увереннее. Люди будут стоять на вас, как на авторитет, и вы станете экспертом в глазах других. Помните, что всегда есть люди, которые захотят узнать больше. И раз вы уже что-то читали, то они будут учиться у вас. Верно, Анатолий? Да. Могу с этим только согласиться. Я делюсь множеством контента, потому что изучаю разное. Скажу не столько про обучение других, сколько о примере такого обучения. Вот когда Билл Гейтс читает книги, он всегда отмечает самые интересные моменты из этих книг, потому что это помогает запомнить все, что прочитал. И мне нравится такой подход. Например, если я прочитаю новую статью, я смогу понять, что мне нужно поделиться этой информацией со своей аудиторией. И, конечно, это помогает мне узнать больше. Кстати, я поделился с вами своим секретом. После просмотра этого видео это будет уже не секрет. Например, когда я хочу узнать что-то новое, я захожу в Google и набираю ключевое слово, которое я хочу изучить, плюс пишу руководство или учебник. И читаю сотню статей. Когда я поделился этими идеями с некоторыми другими людьми, они сказали мне, что после пяти статей, десяти статей, вы можете прочитать только то же самое. Но это нормально. Даже если вы читаете то же самое, то это полезно для запоминания прочитанного раньше. Вы можете смело использовать такой подход. Например, если вы не хотите платить за курсы, или просто если вы хотите узнать, как работать с аудиторией, введите в Google руководство по работе с клиентами и прочитайте все сто страниц по Outreach. После прочтения всех этих страниц, вам не нужны никакие курсы. На это уходит несколько дней. Например, я обычно читаю 20-30 гайдов каждый день. И да, в течение 3-4 дней я могу научиться всему. Точно так же я начал узнавать о LinkedIn. Сегодня я уже использую много этих идей из этих руководств. Так я и изучил LinkedIn. Но вы, когда получите много знаний, то сможете выбрать, какие из них будете использовать в ваших задачах. Как ты думаешь, Пол? Когда вы пройдете это обучение, вы должны помнить, что не станете диджитал-маркетологом сразу в одно мгновение. Не нужно торопиться с получением знаний. Пусть это будет тысячи часов, десять тысяч часов, сколько угодно. Вы должны потратить время и проявить усердие. Это не приходит в одночасье. Поэтому вам нужно набраться терпения, когда вы обучаетесь новому. А затем выучить на своих ошибках, на своих результатах и на своих победах. А потом, когда вы поделитесь этим, то поймете, что именно тогда вы можете начать получать за это деньги. Когда вы начнете делиться своими результатами, которые вы можете продать, уже будете получать деньги как диджитал-маркетолог. Что ты думаешь об этом, Анатолий? Когда ты начал использовать свои знания, и когда тебе за это начали платить? Согласен на все 100%. Могу рассказать свою историю о том, как я начал изучать цифровой маркетинг. Когда я создал интернет-маркетинг и заказал его продвижение первому человеку, которого нашел в интернете, то он пропал и не дал никаких результатов. После этого я решил поручить продвижение сайта другому, уже более известному и популярному человеку. Но и этот фрилансер потерпел неудачу. В очередной попытке я попытался посотрудничать с лучшим фрилансером, которого только мог тебе позволить своими деньгами. И более двух лет я потратил впустую со всеми ними. Вот почему я начал учиться сам. Использовал простой трюк. Прочитал все в Google и наконец-то получил результаты. А после этого один мой друг увидел, что у меня вырос трафик, позвонил мне и попросил помочь. Вот так я начал продавать услугу. Хорошо, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Задавайте нам любые вопросы в комментариях. Мы на все обязательно ответим. И увидимся в следующий раз.